На связи. Сегодня у нас в обзоре достаточно интересный, да я бы даже сказал, очень интересный, но также очень неоднозначный проект THYglobal.com, доменное имя этого сайта. Проект американский. Проект чем интересен? Во-первых, тем, что он без вложений. Во-вторых, тем, что он по сути своей уникальный. В-третьих, то, что он находится на предстарте. Старт состоится 4 июля 2016 года. Итак, перейдем на Алексу, посмотрим, что нам тут пишут о данном сайте. Пока здесь нет вообще практически никакой информации. Тут пока только Америка, вот ранг в Америке. Сайт американский, пока только американцы и заходят. Но, ребят, это же все-таки халява. Ну, пока еще не 100%. В любом случае, 100% что не будет никаких вложений. То есть, вкладывать в проект не надо, а значит, это даже возможное, но халява. Ах, где халява, там Россия, да, там СНГ. Все, СНГ там всегда, безусловно. Короче, скоро Америка уйдет на второй план. Естественно, Россия заполонит все это пространство. Ну, и страны СНГ. Ладно. В общем-то, по этому поводу, то есть, вы поняли, да, что пока ничего о сайте неизвестно. Вообще, как я о нем узнал? Информацию мне скинул Игорь Синицын. Он, в свою очередь, он разговаривал с каким-то парнишкой, который, в свою очередь, разговаривал с американцем, админом этого проекта. Но, суть в том, что вложений никаких не требуется. Поэтому мы ничего абсолютно вообще не теряем. Что нам тут предлагают в проекте? Какова идея? Вообще, как я думаю? Потому что информации пока крайне мало. Я, естественно, потом еще после старта буду записывать. Если до старта что-то станет известно, еще запишу видео с разъяснениями. Но на данный момент известно очень мало. И остается только догадываться самим. Хотя какая-то информация все-таки есть. Итак, нам будут платить, ну, по словам разработчиков, да, до 250 долларов в неделю за 10 часов просмотров видео. Короче, как я думаю, как это вообще все будет выглядеть? Вот ребята, значит, американцы, собрались и подумали, а что бы нам не собрать народ на какой-то одной платформе? Чтобы эти люди просматривали наши ролики на Ютубе. Ведь, как всем известно, Ютуб платит за просмотры. Почему бы и не собрать? И решили, а давай-ка что-нибудь такое создадим. Вот они создали THY Global. И здесь должно быть огромное количество народу, которые будут смотреть их видеоролики. Но, а с какой стати они вообще будут смотреть эти видеоролики? Надо как-то людей привлечь. Соответственно, лучший способ привлечь людей, это им заплатить деньги. Да, окей, решение было принято, да. Ну, опять же, это вот я так думаю, ход мысли, да. Значит, решили собрать кучу народу. И за то, чтобы они смотрели наши ролики, им нужно платить. А платить с чего? Естественно, Ютуб платит за просмотры. То есть, как это должно выглядеть, да. Ютуб платит ребятам за просмотры на их каналах, на их видео. А ребята делятся прибылью с нами. Ну, естественно, это не 250 долларов в неделю, ну, ей-богу. Конечно же, нет. Но есть еще некоторые моменты, о которых я вам хочу поведать сейчас. Дело в том, что, если кто-то не знает, Ютуб платит за коммерческие просмотры разные суммы в зависимости от геолокации. То есть, вы какой-то видеоролик себе на канал загрузили. И если этот ролик посмотрит человек, например, с России, вы получите одну сумму денег. Если это, конечно, коммерческие просмотры, ну, сейчас углубляться не будем. Если посмотрит этот же ролик человек с Америки, вы получите совершенно другую сумму, гораздо большую, чем просмотр с России. Почему так, понятия не имею. Например, просмотр с Украины тоже стоит чуть-чуть дешевле, чем просмотр с России. Тоже с Белоруссией чуть дешевле, чем с Россией. Ну, вообще так в СНГ мало стоят просмотры. То есть, если человек там набирает миллион просмотров в России, он получает одну сумму. А если в Америке, то примерно в 10 раз больше суммы он получает, если просмотры идут именно с Америки. Поэтому я думаю, что если проект вообще платить будет, то американцам он будет платить гораздо больше, чем нам. Потому что мы никак не можем на это повлиять. Просмотры с Америки стоят дороже, чем наши просмотры. Ну, что ж поделать. Бой с ними, буржуи там пускай себе зарабатывают. Все равно для нас это халява. Ну, мы же любим халяву, правильно? А что бы не заработать в таком случае? Хоть даже меньше, чем они. Итак, дальше существует... То есть, еще по поводу алгоритмов Ютуба. Я больше чем уверен, что обязательным условием в этом проекте будет то, что нужно посмотреть видео от начала и до конца. Я думаю, вот вы часто встречали такую ситуацию, когда вы в Ютубе вводите какой-то запрос. Ну, например, запрос «Музыка». И вы видите, на первом месте стоит видео с количеством просмотров 100 тысяч, например. На втором месте видео с количеством просмотров 3 миллиона, например. Вы никогда не задумывались, а почему это видео стоит на первом месте со 100 тысячами, а с 3 миллионами на втором месте видео стоит. Почему? Так, есть много факторов. Одним из самых важных факторов является среднее время просмотра. То есть если человек, ну, там, не знаю, видео длится 10 минут, к примеру, а люди заходят постоянно на это видео, смотрят его там 2-3 минуты и закрывают его, значит, среднее время просмотра этого видео 2-3 минуты, соответственно, да, и роботы Ютуба делают вывод, что это видео неинтересно, и оно не будет ему помогать, оно не будет его продвигать, это видео, и оно будет всегда внизу, кто его посмотрит, ну, может быть, какие-то там случайные прохожие там вдруг, ну, короче, либо там подписчики, не суть, а если видео постоянно, каждый человек смотрит от начала до конца, значит, оно интересно, значит, оно будет в топе, также немаловажным фактором являются комментарии, кстати, лайки, дизлайки, это вообще, то есть, не имеют вообще никакого значения, абсолютно, комментарии, и опять же, не качество комментариев, а их количество, пусть хоть каждый комментарий будет негативный, Ютубу, в принципе, по барабану, главное, чтобы было, ну, чем больше комментариев, тем, соответственно, видео интереснее, не знаю, как здесь будет, будет ли обязаловка написания комментариев или нет, это мы посмотрим, опять же, разберемся, со временем все будет понятно, то есть, вы поняли, да, вот, смотрите, собралась куча народу в данном проекте, да, THY Global, ребята, какое-то выкладывают видео, либо оно будет просто встроенное на сайте, либо это будет просто ссылка на Ютуб, неважно, И вот они только выложили видео какое-то, и тут же огромнейшее количество народу начинает его просматривать, это значит, что практически каждый их видео будет получать вирусное развитие, есть еще вот такое понятие на Ютубе, то есть, постоянно у всех похожих видео оно будет выскакивать, это вирусное развитие проекта, это значит, что Ютуб сам помогает этому видео, Ютуб понимает, что это видео людям интересно, значит, его нужно раскручивать, Ютубу самому выгодно, чем больше просмотров, тем ему лучше, тем, то есть, Ютуб тоже зарабатывает на рекламодателях, естественно, то есть, по поводу оплаты, да, естественно, не только вот мы, участники проекта, будем просматривать эти видео, потому что они будут получать вирусное развитие, и люди абсолютно со стороны какие-то, другие люди будут его также смотреть, это видео, И, соответственно, в разы, конечно же, будет увеличиваться заработок именно с Ютуба, но есть еще один немаловажный фактор, я думаю, вы часто видели топовых блогеров, ну, даже с России, там, такие, как, там, не знаю, Рака Макафо, там, социальные эксперименты, да, они снимают, либо там, не знаю, Иван Гай, этот кумир школьников и школьниц, да, малолеток, ну, и куча-куча многих разных других топовых блогеров, и они на своих каналах продают рекламу, Как это происходит? Например, какой-нибудь производитель Sony, я не знаю, да, там, региональный представитель, связывает с этим человеком, и говорит, я тебе плачу деньги, ты рекламируешь мой продукт у себя на канале, и вот они таким образом договариваются, ну, может быть, это не продукт, может быть, это услуга, либо даже реклама на канале другого канала, естественно, все это за деньги происходит, и вы представьте, если здесь будет огромное количество подписчиков, огромнейшее количество просмотров на каждом из видеоканалов вот этих ребят, Какое количество у них будет рекламодателей? Представляете вообще? От них просто отбоя не будет, они не смогут их даже обрабатывать, и в связи с этим, я думаю, было бы логичным создавать все больше и больше и больше каналов на ютубе, именно вот от этих ребят, чтобы обрабатывать по максимуму запросов на рекламу, а рекламодателей будет масса, и естественно, естественно, этими деньгами они будут делиться с нами, потому что эти деньги приносим по факту, им мы, потому что мы для них делаем просмотры. Я вот сейчас так долго тут все это размышлял, возможно, я вообще ни капли правды не сказал, может быть, вообще все это неправда, абсолютно, но, ребят, все-таки я думаю, что вот такая идея, если они ее реализуют, если я вообще прав, если они реально вот так хотят работать, хотя, ну, ошибиться здесь сложно, если у них все получится, блин, ну, это будет такая бомба, это будет настолько просто, тут не то, что каждый второй, тут каждый первый будет участвовать в этом проекте, ребят, поэтому пока что регистрируемся, регистрация нас ни к чему вообще не обязывает, ждите там следующих роликов, я буду с течением времени прояснять все больше и больше ситуацию в проекте, и вполне возможно, да, мы сможем заработать, вполне возможно, если нет, ну и бог с ним, что мы теряем-то, ничего не теряем. Так, ладно, по поводу регистрации тут разберетесь сами, она на английском языке, но если надо, переведете там, first name, last name, господи, обычно все, то есть ничего там сверхъестественного нет, а личный кабинет у нас выглядит вот таким вот образом, тоже отвратительно, он выглядит, конечно, вот эти американские сайты, блин, хотя вот здесь SSL стоит, а вот здесь SSL, а на главной тоже появился, смотрите, только что появился SSL, вот его буквально не было, я не знаю, в видео вы это видели или нет, был, я что-то не обратил внимания, в общем, вот только что, в принципе, SSL добавили, но хоть что-то сделали, молодцы, ладно. Так, личный кабинет выглядит у нас следующим образом, пока тут, ну тоже все настолько просто, конечно, скорее всего, это будет все меняться, добавляться какие-то вкладки будут, все такое проще. Здесь у нас наши рефералы будут, ну, естественно, у меня пока ни одного реферала нет, здесь настройки, короче, пока что вообще заморачиваться не надо, ничего тут изучать, тут практически ничего и нету. Но есть смысл поприглашать людей, потому что в том случае, если проект попрет, если реально будет заработок, люди вам спасибо потом скажут, я надеюсь, что вы мне тоже скажете спасибо, если действительно получится что-то из этого, но если не получится, то и бог с ним. Кстати, здесь есть рефералка, но опять же, это я все буду рассказывать в следующих видео, пока об этом говорить бессмысленно, потому что рефералка тоже очень большая. Итак, ребят, кстати, после регистрации вам приходит письмо на почту, вы на нее переходите, переходите там дальше по ссылке и подтверждаете свой адрес с электронной почты, после чего, опять же, вам приходит еще одно письмо, где будут ваши, почему-то три, не знаю, реферальные ссылки. Ну, в принципе, можно брать любую, я возьму первую, под видео поставлю первую, я думаю, что это вообще не важно абсолютно, то есть ваша реферальная ссылка будет находиться не здесь на сайте, а в письме, который вам придет на почту, это тоже очень интересно. Ну и, ребята, при регистрации используйте лучше все-таки Gmail, потому что проект американский, ну, Яндекс с почтой, в принципе, тоже обычно неплохо контактируют, но вот эти Mail List Rambler лучше не используйте. Все, ребят, пока регистрируемся, а дальше будет видно, посмотрим, как оно там все пойдет, либо же не пойдет. Все, ребят, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока!